Уборка наше разном, при недерпке всего разном. Наверное, в Мамадыши нет человека, который бы не знал Гульчачака Нургалиеву. Они с супругом с самого начала специальной военной операции каждое свободное время изготавливают и мастерят, создают что-то для отправки нашим бойцам на фронт. Сегодня женщина показывает мастер-класс по изготовлению окопных свечей. Кроме того, помогать сюда пришли несколько ее учениц из первой городской школы. Берем картон, чтобы вот эта часть была в стороне. Обрезаем нужной длины и закручиваем. И вставляем в банку. После мы делаем петельки, обрезаем в длину и также вставляем туда. Юмам Центральной мечети Наэль Вахитов давно мечтал об открытии доподобного центра в этом храме. Мы не знали технику изготовления многих необходимых вещей, поэтому не могли начать работу, говорит Хазрат. С предложением открыть Центр к Наэлю Хазрату обратилась волонтер Розалия Исхакова. Вашими молитвами, дай бог, чтобы наши дети это все услышали. Кто-то не сможет, пожалуйста, мы здесь начнем. Пусть небольшое пока место, но мы его как-нибудь расширим, чтобы побольше было. Фондиле Шарафуддиновы, так же, как и Гульчичак Нургалеева, ключевой человек открытия Центра. Женщина из села Верхняя Ошма со своей командой девушек отправила в зону специальной военной операции более ста маскировочных сетей. Сегодня она показала, как их правильно плести. Одну маскировочную сеть уходит килограмм 700 грамм ленты. Мы взвешиваем. Собравшиеся в мечети внимательно посмотрели мастер-классы и сразу приступили к изготовлению окопных свечей. А кто-то к плетению маскировочных сетей. Пока когда учат, получается. Вот один квадратик я уже сделала. Думаю, что второй квадратик я уже сама без подсказки смогу сделать. Отметим, что это не первый центр по сбору гуманитарной помощи в религиозных учреждениях в Мамадыше. Такой же центр функционирует в церкви, подобно Ксении Римлянани.